В Казахстане число умерших медиков от ковид и пневмонии выросло до 182, однако только 36 семей получили положенную компенсацию в 10 миллионов рублей. Безопасность в Уральске будет усилена. На улицах областного центра появятся новые видеокамеры и светофоры. Бесхозные дома ставят под угрозу отопительный сезон в Западно-Казахстанской области. Какой выход из проблемы предлагают специалисты ЖКХ? Почти 13 тысяч медиков заболели ковид и пневмонией в Казахстане. Об этом сообщил министр здравоохранения Алексей Цой. При этом число умерших медиков выросло до 182, однако региональные комиссии на сегодня одобрили получение компенсации только по 58 заявкам от родственников погибших медиков. В настоящее время компенсации реально получили только 36 семей. Напомним, родным умерших от ковид медработников положено выплата в 10 миллионов тенге. Почему врачи заражаются больше, например, чем аптекари? Они ведь тоже контактные. По словам экспертов, есть несколько факторов. Условия, в которых вынуждены работать врачи во время пандемии, подрывают иммунитет. Медики ходят по 8 и более часов работают в костюмах без вентиляции. Эта защита не дышит. Плюс в больницах зачастую выключают вентиляцию, чтобы не разносить инфекцию, а также закрывают окна и двери. Воздух там буквально пропитан вирусами, а защитные костюмы медиков еще и создают внутри человека влажную среду, в которой вирусы чувствуют себя прекрасно. А еще на них нагоняет страх. Вы заходите в красную зону. Отсюда и высокая смертность врачей, полагают наблюдатели. По умершим медработникам, к огромному сожалению, с начала пандемии Казахстан потерял 182 медицинских работника. Региональным комиссиям на сегодня одобрено на получение компенсации 58 заявок от родственников погибших медиков. В настоящее время компенсации уже получили 36 семей. Судя по статистике министра, погибло 182 медика. Но реально компенсации получили, что называется, на руки только 36 семей. Это в 5 раз меньше. Это врачи, медсестры и действительно работавшие бок о бок с КВИ больными. Получается, остальные до сих пор пытаются доказать, что медики умерли от КВИ на работе. Получить эти компенсации оказалось не так просто. Заражаться коронавирусом нужно правильно. Врачам придется доказать, что они заболели именно на рабочем месте и не из-за своей халатности. Комиссии должны установить, где и как заразился медик, а также стал ли диагноз главной причиной смерти. Ну, нужно учитывать очень важный момент. Это время контакта с вирусом. То есть на каждом этапе, на уровне первичного звена, не каждый пациент является коронавирусным. Может быть, это там один из тысячи, который появится на приеме. Если вы работаете в инфекционном стационаре, то 100% пациентов, они там больные. И поэтому контакт совершенно разный. Уровень риска совершенно разный. Поэтому здесь нужно учитывать. Вообще все врачи, независимо от коронавируса, если врач, допустим, оперирует, он может заболеть, там, пациент может быть с гепатитом или спидом, это тоже риск. И поэтому все врачи, изначально дав клятву Гиппократа, готовы идти рисковать, защищать и бороться за жизнью. По словам чиновников, многие из медиков, которые впоследствии работы заражаются инфекцией, вынуждены после излечения заново выходить на передовую. Медики подвержены не просто заражению, а получению вируса в больших дозах. Чем больше вируса попало в организм, тем сильнее будет борьба между ним и иммунитетом. Бауржаншехмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро, ТДК-42. Взять под контроль электронные аукционы по недропользованию просят сенаторы. По их словам, разводилы недр лишают бюджет миллионов долларов. Оказывается, посредники просто перепродают право недропользования иностранцам. В другом запросе в адрес Кабмина сенаторы заявили, что действующие правила субсидирования создают преграды для фермеров. Почему субсидии от государства не доходят до мелких фермеров? Дело в том, что субсидии дают только тем, у кого самые тучные стада. По мнению сенаторов, казахстанские фермеры недополучают субсидии. Аграрную политику диктует Минсельхоз. Однако распределением денег в регионах занимаются акиматы. Которые и решают, кому и сколько выдавать денег. В сфере сельского хозяйства выделяются многомиллиардные суммы, но деньги получают единицы. Мелкие крестьянские хозяйства и личные подсобные хозяйства являются основными поставщиками продовольствия на городские рынки. Их доля составляет там 80%. При этом производят они свою продукцию без единого тыина господдержки. В запросе говорится, что действующие правила предполагают, что на откорме одновременно необходимо держать 5000 голов крупного скота. Фермеры предлагают сократить это количество в 10 раз, до 500. Правила субсидирования требуют, чтобы на откорм площадках одновременно находилось большое количество животных. Однако выполнить эти требования не в состоянии не только мелкие, но и крупные хозяйства. Мы считаем, что нужно сократить это количество поголовья. Другой запрос касался недр. Казахстан по богатству своих недр минеральными ресурсами и их разнообразию входит в группу мировых лидеров. При этом отмечается, что страна отстает от передовых стран по вложениям в геологоразведку более чем в 20 раз. По статистике, более половины от всего объема привлеченных прямых инвестиций составляет инвестиции в нефтегазовую сферу. Местный нефтяной рынок по большей части своей принадлежит иностранцам. Доля Казмунайгаза в нефтедобыче всего лишь 26%. Остальные запасы сырья качают иностранные компании. Как известно, в Казахстане теперь можно получить право на разведку или добычу нефти и газа через электронный аукцион. Но сенаторы усомнились в прозрачности новых правил недропользования. Не секрет, что в стране имеется большая часть посредников, перепродающих право недропользования зарубежным инвесторам. А это может повлечь социальные обострения в обществе. Сенаторы утверждают, что электронные аукционы дали толчок для активизации посредников и рейдерским кампаниям для организации спекулятивных сделок. Депутаты отмечают, что при сохранении этих правил возникает вероятность недополучения государством миллионов долларов дохода. Бауржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, Столичное бюро ТДК-42. В Уральске до конца года установят 24 светофора. Кроме этого, на самых опасных участках дорог появится 40 скоростимеров. Еще будут устанавливать 14 интеллектуальных перекрестков и 200 камер видеонаблюдения. На эти цели выделено 870 миллионов тенге. Работы будут вестись в течение трех лет. Об этом сообщил Аким Западно-Казахстанской области Галиис Калиев в ходе очередной 38-й сессии Маслихата. О чем еще доложил глава региона участникам сессии, узнаем из следующего сюжета. Свой доклад Аким области начал со сферы обрабатывающей промышленности. Здесь, по словам главы региона, наблюдается снижение в двух секторах. Это металлургия и машиностроение. Причиной этому стал коронавирус и карантин. Ведь компании-производители не могли продавать свою продукцию в Российскую Федерацию. Отсюда и результат. В остальных отраслях, таких как производство готовых металлических изделий, стройиндустрии, продукты питания, нефтепереработка, наблюдается рост. Производительность труда в отрасли в первом квартале 2020 года возросла на полпроцента и составила 9 миллионов тенге на одного человека. В соответствии с поручениями Ельбасе решены вопросы загрузки наших заводов. Уральский завод «Зенит», «ЗКМК», «Гидроприбор», которые получили государственный оборонный заказ. На общую сумму около 10 миллиардов тенге. Работа в сфере привлечения инвестиций тоже продолжается. Это сейчас основной приоритет. За 8 месяцев объем инвестиций в основной капитал составил 291 миллиард тенге. Однако по сравнению с прошлым годом наблюдается снижение на 14,8%. И на это есть свои причины. Это связано с тем, что в прошлом году компании КПО «Ижайк Мунай» у них были большие инвестиции. То есть высокая база в прошлом году была. И ряд инвестиций в связи с общим снижением экономики отложены на следующий год. Несмотря на все ограничения, связанные с пандемией в стране, мы продолжаем работать по привлечению инвестиций. С предложением в ходе сессии выступил и глава управления здравоохранения. Он сообщил, что ежегодно бесплатные лекарства на амбулаторном уровне получают 96 тысяч пациентов по 65 заболеваниям. Еще есть 135 пациентов с более тяжелым диагнозом. Они тоже получают бесплатно медицинские препараты. Но сейчас возникла необходимость расширить этот список. Предложение было поддержано участниками сессии. Но интересовало их другое – как идет подготовка ко второй волне коронавируса. Ежедневно идет у нас мониторинг именно по нашим запасам лекарств и препаратов, по готовности наших медицинских учреждений, по запасам медицинского оборудования. Это мы все фактически ежедневно мониторим. Поэтому на данном этапе готовность нашей в пределах 90% есть. Еще одно предложение поступило от руководителя управления природных ресурсов. По словам Рената Шоуенова, в местах массового купания необходимо ограничить передвижение маломерных судов, мощность двигателя которых – 40 и более километров в час. Депутаты единогласно его поддержали. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, Телеканал ТДК-42. Тарифы могут вырасти в Западно-Казахстанской области. В Департаменте комитета по регулированию естественных монополий поступили заявки на утверждение предельных тарифов на 2021 год. Стоимость своих услуг просит поднять в ТО «Батысуарнасы», АО «ЖЭК Теплоэнерго», АО «ЗАП Казрэк», АО «Кастрансгасаймак». Отметим, что тариф утверждается сроком на 5 лет, после чего монополисты могут подавать заявки на его изменения. Окончательное решение будет принято в ноябре этого года. Отклонена заявка на утверждение предельных уровней тарифов акционерного общества «Батысуарнасы» на услуги водоснабжения и водоотведения, так как оно не соответствовало, то есть были неподтвержденные обосновывающие документы, согласно законодательству, и данные заявки нами в настоящее время отклонены. «Хотелось бы отметить, что в настоящее время рассматривается заявка основных субъектов нашего города, это «ЖЭК Теплоэнерго» и «ЗАП Казрэк». По требованиям законодательства мы должны провести публичные слушания по обсуждению проектов тарифов». Трагедия настройки. В Уральске насмерть разбился монтажник. Несчастный случай произошел ночью 30 сентября при возведении многоэтажного жилого дома по улице Ружейникова. Сейчас обстоятельства случившегося выясняют полицейские. В управлении по инспекции труда проведут собственное расследование. В Уральске идет строительство многоэтажного жилого дома. Застройщиком является ТО «Булашак-Т». Но там отметили, что 23-летний погибший работал монтажником в субподрядной организации. Он по неосторожности упал с пятого этажа. Мужчина работал в ночную смену. Смерть наступила до приезда скорой помощи. Полицейские проводят досудебное расследование. «По своей неосторожестью он выпал с высотного дома, где при падении от полученного травм умер на месте. По данному факту нами в настоящий момент возбуждено уголовное дело по статье 156 Уголовного кода из Республики Казахстана на нарушение правил охраны труда, повлекающей по неосторожности смерть человека». В Управлении по инспекции труда отметили, что чаще всего травмы на производстве происходят по вине самих работников. Сферы госслужбы и строительства являются одними из самых потенциально опасных. Инспекторы будут проводить расследования. «С начала года госинспекторами труда проведено 48 специальных расследований, в которых пострадало 44 работника. Из них со смертельным исходом 2 человека. Но в настоящее время по данному случаю мы получили вчера только специальное сообщение о том, что о несчастном случае будет проведено по этому факту специальное расследование». Отметим, что в 2019 году на производстве погибло 5 человек. Роман Копняев, Айбулат Жегепар, Александр Грабарев, ТДК-42. Уже не первый год при подключении к отоплению жилых домов тянутся одни и те же проблемы. Это так называемые бесхозные дома, которые не стоят на балансе КСК. Жильцы отказываются от их услуг, не понимая, что может возникнуть такая ситуация, когда самим решить ее просто будет невозможно. Наши корреспонденты выясняли, насколько бесхозные дома готовы к зиме и что делать с этой проблемой. Всего в Уральске насчитывается 1239 многоэтажных домов. Из них 1196 обслуживает ЖАЭК «Теплоэнерго». Дома, которые обслуживают КСК, уже опрессованы на 84%, а бесхозные – только на 30%. Это те, кто не относится к КСК. Отделом ежедневно проводится собрание, согласно утвержденному графику. Тема собрания – это первая необходимость подготовки к отрепетному сезону, то есть получить паспорт готовности. В таком порядке ежедневно проводится собрание отделом. На сегодня по городу насчитывается более 300 бесхозных домов, но самые проблемные, как правило, общежития. Это по адресу Алмазова, 58А, находится не в самом лучшем состоянии. Ремонта не было давно, заниматься этим некому. КСК уже давно отказались его обслуживать, большинство жильцов не платят за услуги. Однако это не повод доводить до такого состояния места, в котором живешь. Например, дом по адресу Мухита, 95, тоже не относится к КСК, но это не мешает жильцам готовиться к отопительному сезону и содержать дом в чистоте. На общем собрании люди выбрали старшую по дому и проблем не видят. Зоя Махмутовна сама все контролирует, и к этой зиме они полностью готовы. Тепло в квартирах будет обеспечено. У нас в доме полный порядок. Я конкретно слежу за болерной. Это же там у нас подача горячей воды, отопление. Это самый главный узел в нашем доме. Ежегодно делаем ремонты. Ежегодно опрессовка вовремя. Предупреждаю, естественно, всех соседей, чтобы все дома были во время опрессовки. Ну и там, где что надо подремонтировать, где краны поменять. Это мы следим за этим постоянно. В отделе ЖКХ сообщили, если в течение трех дней температура воздуха будет составлять 8 градусов, тогда в дома уральцев начнут подавать тепло. Олег Великий, Мирбулат Жигапаров, Рустам Джумашев, телеканал ТДК-42. В Уральске отдел ЖКХ пассажирского транспорта и автодорог расторг договор с перевозчиком. Контракта лишилось то пассажирское автотранспортное предприятие номер один. Также будет сокращена протяженность маршрута номер три. Он будет ходить от меловых горок с заездом в поселок Коминтерн до остановки автосалон, расположенный в районе Омега. Кроме этого, будет восстановлен городской маршрут номер 47 «Мичурино-рынок» с заездом на улицы Штыбы и Кокчетавская. Со 2 октября текущего года маршруты номер 3, 38, 35 и 14 будут временно переданы другим перевозчикам до проведения внечеркного конкурса. Отделом Уральского в связи с оптимизацией маршрутной сети города было принято решение закрыть маршруты номер 3К. Это у нас автосалон поселка Коминтерн и номер 37. Это ДВД, 6-й микрорайон. С 3 октября текущего года завершается период обмена 2, 5 и 10 тысячных купюр образца 2006 года. Об этом еще раз напоминают в западно-казахстанском филиале Национального банка. Указанные банкноты становятся недействительными к обмену даже в Национальном банке. Информация о сроках приема названных купюр неоднократно освещалась в СМИ. Также специалисты обращают внимание. Не стоит путать купюры старого образца с действующими денежными знаками того же номинала. У банкнот 2006 года есть отличительная черта. На них изображена раскрытая ладонь руки. Также на всех купюрах указан год выпуска. Национальный банк Казахстана напоминает о завершении 3 октября 2020 года срока приема банкнот национальной валюты образца 2006 года номиналом 2000 тенге, 5000 тенге, 10 тысяч тенге. Поэтапный прием банкнот образца 2006 года начался с ноября 2016 года. И по истечении 3 октября 2020 года прием банкнот номиналом 2000, 5000, 10 тысяч тенге будет завершен. Казахстанцев научат прагматизму, то есть разумному и рациональному отношению к жизни. Планировать семейный бюджет, уметь рассчитывать эффективную ставку по кредиту, вести здоровый и осмысленный образ, чтобы минимизировать траты на лечение. Такая идея лежит в основе специального проекта в рамках программы «Рухани Женгару», реализуемого Министерством информации и общественного развития. Что об этом думают специалисты и каким образом намерены изменить менталитет населения? В нашем следующем сюжете. Прагматик следует за разумом, а не чувствами. На первом месте для него стоит мышление, суровая реальность, то есть в облаках он не витает. Здравый смысл, трезвый расчет вместо мечтательности и склонности все романтизировать. Навыки и знания, полученные благодаря проекту, помогут не тратиться на пышные тои и другие семейные праздники. А также брать неподъемные кредиты на неоправданные цели. Рациональное означает грамотное взвешенное решение, которое принимается с холодной головой и грамотным расчетом. В целом направление прагматизм об этом, о правильных ценностях и ориентирах. Мы понимаем, что со зрелыми людьми будет непросто. Именно поэтому основная аудитория – это молодежь. Те люди, которые делают первые шаги во взрослой жизни – школьники и студенты. Но в целом охват огромный. Это все экономически активная часть населения. Мы открыты для новых идей и предложений. Поэтому обращаемся к неправительственным организациям, гражданским активистам и всем тем, кто работает в этом направлении. При этом прагматизм должен применяться ко всем, независимо от положения и статуса населения, уверены социологи. В целом, вот этот проект, который запускают, связанный с тем, чтобы приучить граждан страны быть более прагматичными, я его поддерживаю и считаю, что, в принципе, он получит поддержку граждан страны. В то же время мы видим в СМИ многочисленные материалы о том, как на широкую ногу живут наши чиновники в регионах, какие машины покупают руководители департаментов, я не знаю, и все прочее. Вот этот резонанс, он, конечно, не может не резать глаз. Поэтому нужно этот подход применять, я считаю, одинаково ко всем. А вот психологи уверены, внедрять данную инициативу надо постепенно, сложившийся годами менталитет одним махом не поменять. В первую очередь, конечно, нужно изменить культуру взаимоотношений, культуру национальных ценностей, культуру воспитания. Только так, конечно, мы можем изменить свой менталитет, прагматизм. Продвижение прагматизма будет в ненавязчивой форме путем показа видеороликов, программ и лекций. Возможно, со временем население начнет-таки применять экономию и включить рационализм в свою жизнь. Гульнару Марова, Олег Писаренко, ТДК-42. Парад выгодных покупок. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» объявляет фестиваль большого кэшбэка. Вы сможете получить 20% 20 дней подряд с 1 по 20 октября. Кроме того, действует рассрочка на 24 месяца без процентов и переплат. Магазин «Мечта» предлагает приобрести необходимую бытовую технику и электронику по самым выгодным условиям. 20 дней подряд покупатели ждет кэшбэк 20%, то есть 20% от суммы покупки возвращается обратно. Посетители магазина найдут здесь все – от телефонов и компьютеров до холодильников и телевизоров. Также в «Мечте» всегда большой выбор предметов для кухни. Уважаемые жители и гости города, фестиваль большого кэшбэка в мечте. Ты получаешь 20% 20 дней подряд. С 1 по 20 октября 20 – это не шутка. Реальный кэшбэк – мечта. Рассрочка на все – 24 месяца. Выбирай с удовольствием, скорее в мечту за выгодными покупками. Также хотим вам напомнить, в выходные субботы и воскресенья магазин будет работать в онлайн-режиме. Воплощать мечты – это просто. Приходите. Мы будем рады вас видеть. Спешите сделать выгодную покупку. Магазин электроники и бытовой техники «Мечта» ждет вас по адресу. Улица Курмангаза, 69, в районе Центрального рынка и Сарамадатова, 10, дробь 1. В выходные магазин работает в онлайн-режиме. Уважаемые телезрители, это были все новости к этому часу. Смотрите еще больше полезной и интересной информации на наших страницах, в социальных сетях и на сайте tdk42.kz. Спасибо за внимание. До встречи в следующих выпусках. СПОНСОР ПРОГНОЗО ПОГОДЫ Магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон – 8705-992-0207. Магазин «Ковры на Шолохово» Спонсор прогноза погоды – магазин «Ковры на Шолохово». «Ковры на Шолохово» – это роскошная изюминка любого интерьера. Наш адрес – город Уральск, улица Шолохова, 7 Г. Телефон – 8705-992-0207. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова